Привет, с вами Михалыч. Приехал на новое место, но здесь бывал уже неоднократно, люди есть рядом, но в принципе мест очень много, все-таки осень, поэтому по-быстрому разбираемся и на воду. Говорят, судачки клюют, пошли собираться. Продолжение следует... Ну, друзья, шатер готов, сейчас будем лодочку собирать и вот потихоньку разбираемся, уже и палатку свою поставил хозяйственную. По чуть-чуть, полянка принимает обжитый вид. И вот такая прекрасная вода, без ветра почти. Обалденный! Вот такой здесь спуск, но не очень ровно, но на колесиках, если очень аккуратно, то можно спуститься. Так что поехали дальше разбираться. Ну и теперь по-быстренькому накачиваем лодку. Лодку накачивать электрическим насосом будет. Всем советую, не именно этот насос, а просто электрический насос. Раньше тоже качал всегда ногой. Такие мучения, пока накачаешь весь мокрый. А это вот. Аккумулятор 12 вольт. Включила и поехала. О, машина едет. Какая-то. Ну и теперь осталось аккуратненько скатить лодку. Здесь не очень удобно. С берега. Крутоватый. Ну, в принципе, получилось. Все, осталось моторчик повесить. Сейчас пойдем моторчик вешать. Все, друзья, лодка полностью готова. Солнышко, погода класс. Сейчас перекусим и отправляемся в путь. Поехали за рыбкой. Ну что, друзья, вот я собрался, приоделся. Сегодня почти ветра нет. Довольно тепло на улице. Солнышко светит. Народ есть. Вот здесь стоит и там стоит. Так что, конкуренты есть. Поедем попробуем ловить рыбку. Солнце светит прям ярко. Послепляет. Сейчас придется шляпки одевать. Ну, поехали, ребята. Ну что, друзья, прогрелись, полетели. Пройдем вдоль бережка, посмотрим, как здесь клюет. Потом уже дальше пойдем. О, под нами 5,6. Что-то мы как-то далековато забрались вдоль бережка. Надо поближе к берегу ближаться. Кстати, вода 18 градусов. Подостыла немножко. Последний раз, когда я был на рыбалке, вода 21 была. Сейчас вот 17,9, если быть точным. Ну, три полянки заняты. Ну, три человека, грубо говоря, на рыбалке. А так, в принципе, места есть свободные. Все-таки осень. И это радует. Ну что, первые метры прохода. Посмотрим, как рыбка активизировалась или нет. Водичка-то остыла немножко. Так что, надеемся на баклевки. Поехали. Ну, вот уже полу километра прошли. Меняем карат. Ветерочек дует, поэтому вот, утеплился немножко. Вот такого знака. Синенького, подаренного от подписчика. Не знаю, что это за марка. Но я знаю. ССВ-Ураган называется. На три с половиной метра ныряю. Вот такая штучка. Идем по четырем метрам. Почти под ногу. И чирикать. Попробуем дальше. Ну вот уже с километра прошел. Пока он нет. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Очень ждем. И надеемся, что судачок поклонится. Хотим судачка, потому что, ну, щуку поймать проще. А мы хотим судачка. Ищем, ищем судачка. У нас сегодня первый вечер. Первый день. Выплыл я где-то в 12 дня. Пока собрался за два часа. И вот, теперь до вечера будем плавать. В поисках рыбки. Вокруг лодок мало. Лодки убежали в ту сторону. Я решил здесь пока посмотреть, как обстоит дело. И потом тоже туда оторвануть. В ту сторону. Но, по крайней мере, надо здесь сперва освоить акваторию. Посмотреть, что здесь клюет, что не клюет. Но, по крайней мере, ничего пока не клюет. Хотя вот рыбку по ехалоту показывает. Вода остыла. 17,7. После 21, довольно-таки, ну, 4 градуса. Хорошо остыло. Почти 4 градуса. Сегодня ночью будет еще и холоднее. Замрозок обещают. Поэтому вода остынет. Надеемся на поклевки. Поехали. Идет работа полным ходом. Это вот частный берег. Отобрали у нас у рыбаков. И вот теперь какое-то идет грандиозное строительство. Трактора, машины, песок возят. А нам туда запрещено заходить. Вон таблетки железные. То есть эти желтые. На берегу. Привет, друзья. Доброе утро. Вот сегодня ночью было прохладненько. Градусов, наверное, 5-7 было, не больше. Вода вот 17. Вода испаряется. Прям пар стоит. Ну, а я прогреваю моторчик. И поедем попробуем рыбку поискать. Вчера искали вот три лодки. Ну, один поймал щучку, один судачка. А одна лодка приехала с нулем. Так что рыба отказывалась клевать категорически. Ну, поехали, поищем. Ребята, за вчера ни одной поклевочки. Я вот утром вышел. Там кто-то клюнул. Там кто-то клюнул, ребята. Я уже совсем отчаялся. Вчера отплавал 7 часов, не было поклевочки. Ну, кто-то сопротивляется слабенько. Ну, кто-то сопротивляется слабенько. Великогот. Вчера познакомились с мужиком. Говорит, заборный. То есть, забрать можно. Нормальный судачок. Такой никелошник, ну, 40 сантиметров в нем точно есть. Ха! Ну, надо же, даже не ожидал. Придется на берег везти. Сейчас мы его быстренько в бассейн, а тогда уже на берег отвезем. Утро мне начинает нравиться. Вот такой. Темный такой, красивый. И резвый. Обрызгал мне тут все на свете. Но уже хорошо. Ребята, я вошел в туман. И поклевочка. О, как сдалека. Ну, кто-то не крупный, наверное, потому что сопротивляется слабенько. Ну, по крайней мере, поклевка в тумане, как говорится. О, кто-то начал упираться. Кто-то начал сопротивляться. В натяжку поддержим его. Тучка, наверное, сильно бойкая. Да, щечка. Ну, такая. Но без рыбьи. И эта будет рыбой. Сейчас мы ее на бассейн отправим. Пусть поплавает в бассейнике. Так. Как тебе теперь отсоединить? Вот такой щуреночек. Ну, килограмма в нем нет. Грамм там 800, наверное, не больше. Но, как говорится, на без рыбьи. И это будет рыба. Потому что вчера за целый день вообще ни одной поклевки не было. А это вот за утро. Вторая. Судачок был. Сейчас вот щуреночек клюнул. Уже хороша. Воблера цепляются, хоть и под сакто специальной, из лески, можно сказать. Но все равно цепляется знатно. Хорошо. Поехали дальше. Играл, играл по дну. Подыгрывал, подыгрывал. И что-то клюнуло. Постоянно поддергивал. У меня один спиннинг всегда в руке. Ну, чаще всего в руке. И вот поддергивал им. И кто-то на игру соблазнился. Ну, я думаю, что судачок, потому что не сопротивляется. Щучка, она как-то головой крутит. А это... Просто... Ох, какая свечка! Это все-таки щука. А свечку какую бахнула. Опа! Хорошая щучка. Килошная, как говорится. Тихо, 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 тихо. Тихо. А то у нас тут всего... Всего много. Надо аккуратненько. Тихо. Не прыгай, родная. Сейчас будем тебя цеплять на кукалчик. Все-все-все-все. Отключаюсь пока, ребята. Вот какой корабль там плывет. Для этих мест прям настоящий корабль. Проплываю мимо острова Божье дело. Здесь вот монастырь, или монахи живут, наверное, теперь. И вот отстраивают церковь. Ну и благоустраивают, я так понимаю, остров. То есть вот строений появилось уже очень много. И там внутри тоже коттеджи какие-то строят. Гостевые дома, как они называют. А это вот церковушка. С зеленой крышей. У нас поклевка. На развороте разворачивался на глубину, на мель зашел. И вот на развороте кто-то ударил. Я думаю, что судачок, потому что не сопротивляется. Даже не чувствую, может сошел. Да, сошел. Жаль. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания. funkка Новlaughter Продолжение следует...